Вообще, насколько я знаю, Ford уходит из России. И, видимо, те ребята, которые Ford из России увозили, один все-таки забыли. Да, один забыли, не успели. Не успели, да. И он, так сказать, попал в руки тюнингеров. Тюнингеров, насколько я знаю, они его уже затюнинговали относительно, то есть проект начался. Да, да, проект начался. Но в этом проекте участвует много людей, я так понимаю, много компаний всяких. В этом проекте наша задача на сегодня установить турбину. Которая будет дуть, но заявленная мощность, которую снимут 650 сил с этой машины. 650 сил? Да, ну в этой машине что еще интересно, это Ford Focus ST. Был? Да, был. Ну, и раз ST был, но ходовая, о нем откуда? Он полный привод. Это будет, да. Ходовая будет на этой машине, он будет полноприводной, 650 сил. Вот. Полностью облегчен будет. И набор квардной на большой турбине будет. Давай будем последовательными. Значит, что мы видим? Мы видим, значит, достаточно старый, но проверенный двигатель Вольво. Да, бензинговый двигатель. Бензиновый двигатель. Бензиновый. Значит, для того, чтобы построить, значит, эту машину, значит, какие-то мужчинские ребята. Я их, к сожалению, не знаю, но я уверяю вас, они мужчинские ребята, потому что отважиться на это могут только настоящие мужчины. Значит, они где-то взяли, значит, запчасти с Форд Куги, а я так понимаю, коробка с Куги тоже должна стоять. Ну, полный привод, чтобы осуществить, да. И будет полноприводный фокус. Да. Причем это первый фокус. Ну, я не знаю, все-таки дело это в России, в России, может, и первый, да. Ну, по крайней мере, я не знаю, к нам они не приезжали. Просто человек делает по какому-то проекту, в Америке, я думаю, они существуют уже, ну, не просто так с воздуха взял это, а уже делали такие машины, и они зарекомендовались очень хорошо. Сколько от дурости получится? 650 сил. 650 сил. Давай перед тем, как мы поднимем машину и расскажем про полный привод, мне очень интересно все-таки реализация турбины вообще. Ну, наша задача установить вот эту турбину с этим визгейтом в эту машину. Вот турбина BorgWarner, подготовленная к установке, да, новая турбина. Вот она. Да. BorgWarner, да. Да. И вот визгейт. Ну, в чем сложность? Сложность в том, что коллектор должен быть равнодлинный, он должен быть в ограниченном пространстве, и вот, чтобы вы понимали, шесть вот таких трубочек, ну, вот они будут круглые, это просто, она овальная сделана под плиту, так. Шесть таких трубочек должно войти вот сюда, и все должны быть равнодлинные. То есть, подожди, смотри, вот у нас есть, значит, прокладка от Вити, условно говоря, как образец, и вот мы берем вот такие вот трубы, которые выходят... Да, мы включим коллектор, варим, это будет рано выходить от турбины, и они будут подходить круглыми. Дожди, а коллектор, собственно говоря, ну, самодельного изготовления, я так понимаю? С одной стороны будут изготовлены плиты, одна такая плита будет изготовлена, одна плита будет изготовлена сюда, по прокладкам. Подожди, то есть, пять вот этих вот, пять выходов? Должно быть их шесть. Пять выходов с раннеров, и один выход на визгейт. Вот, причем визгейт должен стоять рядом с турбиной. Логично, да, и все это дело надо запустить вот сюда. Да, то есть, вот таких шесть трубочек должно прийти сюда, потому что визгейт должен выходить с общего. У меня есть очень глупый вопрос, я очень, я на самом деле не силен в турбинах, скажи, пожалуйста, а вот такое вот, ну, сужение, сужение магистрали, оно не повлияет на мощность или, наоборот, только раздует скорость? Просто если, просто вот у нас, мы уже три дня, мудрим, как это сделать более правильно, потому что существует готовый коллектор на эту машину уже, но единственное, чем отличается от нашего коллектора, вот эта часть с шестью входами, она сделана на ЧПУ. Ага, она просто выточена. Да, выточена, и к ней приварена труба уже дальше, приварена плита. Это несложно сделать. А вот эту часть срасти, это самое сложное, что в этом сделать. И причем эта турбина, чтобы ты понимал, с визги там должна стоять вот здесь. А еще и редуктор стоит. Да. Поэтому наша задача вот эту турбину разместить за двигателем. Да, вон там как раз редуктор идет, вон выходной вал на дрейфе. Еще есть другая сложность, что с этой турбины должен выйти впуск примерно, как минимум, 90 труба вперед. Вперед надо провести. Да, один пайп снизу должен выйти на кулер. И еще глушитель должен выходить. Еще должен выходить с турбины глушитель. Но здесь же еще очень огромный должен быть интеркуллер. Да. Ты уже заказал, нет? Нет, он будет вариться самому варить. А, то есть по старости. У нас этап первый, да, установить эту турбину. А дальше этапы уже будут другие этапы. Просто сложность пока разработки этого конструктива. Потому что у нас нет ЧПУ. Но есть ЧПУ, но просто чтобы заказать эту плиту с выходами, это надо разработать программу. Это очень сложно в наших. Это можно сделать, но это очень сложно. Поэтому будем делать сваркой. А его же потом еще перепрошивать, настраивать? Да, ну есть настройщики по фордам, именитые, которые показывают хорошие результаты. Поэтому человек будет обращаться к ним. То есть человек делает проект не просто с воздуха, а у него уже все этапы расписаны. Он знает уже, у кого будет шить и что в итоге получится. И в теории знает, что эта машина в таком конфиге уже ездит. Короче, знает, что делает. Причем, знаете, что самое интересное, ребята, в дяде Владе. Дядя Владе, как поступает, когда к нему приезжают клиенты? Он всегда говорит, что я сделаю, как ты скажешь. Я сделаю, как ты скажешь, что в принципе является на самом деле действительно политически правильным. Мы не всегда говорим, как ты скажешь. У нас есть проект, наш проект топливной системы, допустим, на СРТВК 2, который мы разработали. Который, если человек там приедет, скажет, сделайте мне топливную, мы уже не будем изобретать. Это Николай машина, да? Ну, мы не одну машину делали, да. Топ от опыта, ты про высоты говоришь? Да, да, да. Но мы не одну машину уже сделали, пока мы топливную разработали, которая зарекомендовала себе уже 2-3 года машина ездит, хорошо. То есть мы вставляем второй насос и включаем два насоса к обоим рейкам. То есть и топливная система показывает себя превосходно, никакого отлива топлива нет, и причем все в стоковых местах стоит, никого колхоза нет. Вот, поэтому есть некоторые этапы. По СРТ мы можем конфиг разработать, сказать человеку конкретно, что вот столько-то денег, машина поедет столько-то, такой-то моторесурс будет у машины, и какие будут подводные камни, потому что это уже все известно. Слушай, я смотрю здесь крепление, получается, коробка от Куги на первый фокус, она встает вообще в штатные крепления. Если ты обратишь внимание, лейбл везде в воле. Ну да, 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 да. И мотор тоже в воле. Удивительно. Давайте поднимем этот замечательный автомобиль, мне очень интересно смотреть снизу, как сделано. Ну, прям реально интересно. Так, подняли машину, что мы видим? Значит, поддон на специальном, так сказать, прокладкой герметик, которая застывает. Очень, кстати, хорошая штука, масло не вредит, потом вымывается там, где не сопрягающиеся поверхности, и работает очень хорошо. Тормоза Brembo, никакого креатива, по доброй традиции. Амортизаторы Бульштайн, Бельштайн. И вот самое интересное. Вот это вот опять почему-то надпись Вольво, Швеция. Черт его знает почему, но это редуктор от Куги. Не редуктор, вернее. Ну, редуктор, раздатка. Ну, как раздатка, короче, редуктор. Да, единое целое. И вот он, вал, который пойдет назад. Я реально не знаю, есть ли СТ-шные полноприводные фокусы. Ну, в заводских нету. Этот будет первый, не заводской. Значит, здесь многообразие шлангов, хоботов. Все как полагается. В принципе, в передней подвеске нет никакого креатива. Заинтересовать, на самом деле, ребят, может заднее. Причем заинтересовать весьма неплохо. Я так понимаю, я, честно говоря, не знаю. Я могу только предполагать, что вот этот подрамник, он от Куги тоже. Но мужчины, которые его сюда внедряли, значит, им пришлось немножечко его повязать и переделать, чтобы он встал под штатные крепления фокуса. Ну, я так предполагаю. Я не знаю, если я не прав, поправь мне его делать. Ну, скорее всего, да. Просто мы это не ставили и не вникали в этот проект. Поэтому точно сказать... Ваша задача – это турбина. Наша задача – это первая турбина, а дальше, скорее всего, будет выхлоп. Ага, выхлоп. Да, а зад выхлоп надо будет делать. Выхлоп тоже. А выхлоп – это переключаемый, регулируемый? Здесь обыкновенный, да. У муфта Haldex стоит. Haldex, да, опять же. Есть у меня вопрос, на самом деле, по муфте Haldex, потому что вот ребятам, которые будут все это делать, интересно, как они все это будут сращивать, чтобы это в нужный момент Haldex включался и в нужный момент включался. На самом деле, безумно интересно. Безумно интересно, тяжело. Ну, я знаю, раз они в них, что вложений в эту машину уже немало, судя по проделанной работе, и еще будет немало вложений. Но я думаю, что есть уже опыт, поэтому я думаю, что... На твой взгляд, сколько уже закопано? Как ты думаешь? Ну, я думаю, в этой машине полтора плюс. Полтора плюс? Да, не считая машину. Ну, машина, понятно, машина здесь как бы так, условно. Плюс ко всему еще, смотри, полуслики стоят. Да, потому что посчитать, сколько турбина стоит, сколько визгейт стоит, допустим, визгейт стоит тридцатку. Оргинальный визгейт стоит тридцатку. Сколько бюджет вообще по твоей работе здесь? Если это не военная тайна? Ну, по коллектору бюджет выйдет в районе, там, наверное, 80-90 тысяч. Да, только коллектор? Да, только коллектор. Ну, если выхлопную систему, просто я не знаю, что изъявит хозяин, что он скажет сделать. То есть, выхлопная система здесь будет подешевле, чем на Сорте, одна труба идет, поэтому, да, я думаю, что там будет не очень недорого. Просто сложность в изготовлении этого коллектора, я уже сказал, срастить 6 раннеров в эту турбину. Это самое сложное. Турбо сколько стоит, не помнишь? Ну, я думаю, что такая труба стоит сотку плюс. Я не знаю, я не вникал тоже. Смотри, то есть, кого ее еще возили бы, это переделали под... А под этот самый, да, под другой вход. А, под V-банду, да, переделали? Да, она была на болтах, она под V-банда. Здесь T4 Flanis тоже, но вот есть два варианта. Есть под V-банк Flanis, есть T4, здесь T4 Flanis. Сколько она будет дуть, по прогнозам? Я думаю, что 2, она должна дуть. 2? Да. 2! Вольвовский мотор, да! Да нет, почему, в Evolution дуют и проблем нет? В Evolution это другая история, давай сейчас не будем разговаривать об Evolution, а то вот человек, который держит камеру, у нас сейчас начнется конфронтация, а в перспективе перепалка, зачем нам это нужно? Я вот, допустим, в оппозитный мотор, в Porsche, просто 2 килограмма дул в обе турбины, 2 дули и проблем нет. Ты туда не только дул, ты туда дул наливал. Ну и наливал, чтобы так, чтобы она дул. Да, 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 ты там черт ничего. Я думаю, здесь тоже метанол будет стоять, то есть просто логично это стоит. Сколько ты раз коллектра на Porsche переделывал? Выхлопные, нет, выхлопные коллектра, мы переделали выхлоп 2 раза. Выхлоп, да. Выхлоп переделывали 2 раза и в систему впуска переделывали раза 3, да, мы увеличивали. То есть первый выхлоп был на 63 трубе, потом на 76 трубе. Вот, потому что продувку мы отдали продувать в трубе и Динайка показала, что лучше сделать больше, потому что там короткая гистраль, мы сделали 76 труб. Да, он стабильно поехал без метанола 4,8 в 100-200. Короче, учитывая то, что дядя Владимир любит бывать, значит, как-то сказать, как говорит Владимир Владимирович, наших стратегических, нет, как-то сказать, не стратегических, а у партнеров, у просто партнеров. Потому что стратегические наши партнеры – это Германия, а американские коллеги – это просто партнеры. Значит, вот в связи с тем и возник такой проект, фокус, который не смог уйти из России. Да, человек тоже фанат конструкторов, фанат сборки машин тоже. Он занимается плотно этим, и не одна машина, и он… Вот это его проект, его детечки, грубо говоря, он сам его ведет. У нас есть такие клиенты, которые… Вот, и дома только руки. Они нам говорят, что сделать, мы воплощаем их людей. Запомните, я возле капота говорил нечто подобное. Дамы и господа, мы будем, так сказать, мониторить, изучать, смотреть, наматывать на ус, впитывать информацию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Все ссылки на дядю Владю будут в описании. Если у вас есть какие-то вопросы по корочестроению, можете задать их напрямую. Не обязательно марать, значит, клавиатуру в комментариях. Пишите сразу в группу дяди Влади. Всем мира, добра, удачи, до новых встреч, пока. Дальше будет только интересней. Черт побери.